В детстве, как все мальчишки и как многие из нас, мы читали книги о рыцарских романах, самые рыцарские романы о рыцарях. И все это, наверное, как-то отложилось. Стоило мне уйти на пенсиях. В 60 лет это проявилось. Я купил вдруг ни с того, ни с чего, купил видеокамеру. Работа оператора, в принципе, она очень тяжелая. Это работа, будем говорить. Самая настоящая работа, потому что ты начинаешь снимать сначала и заканчиваешь только при последнем бою. Но работа любимая. Первый раз я узнал, что я популярен за рубежом, потому что ко мне подходили американцы, французы. Благодарили, знакомились. Ну, короче, я запал на эту тему, потому что это действительно интересно. Наверное, это мое просто. Каждому человеку надо знать, что если ты что-то делаешь, кому-то это нравится или не нравится, смотрит или не смотрит. Потому что только из-за этого ты продолжаешь делать с новыми силами и так далее. В данном случае я понял, что все это не зря. И поэтому мне добавило все это желание снимать. Вот. Появилось столько, много друзей. Особенно обои мне очень понравились, особенно 21 на 21 с американцами. Я не знаю, кому пришла эта мысль. Или бредовая, или чудесная, или я не знаю, как ее назвать, но очень неожиданная. А на эти бои поставить наша... Война священная, смуглянку, то есть наши все суперпопулярные песни военного периода. Под эту музыку проиграть невозможно просто. Лично меня она просто потрясала в тот момент. И мне эти песни... Я вот до сих пор не спросил, кто же все-таки это придумал, но они были очень в тему. Они придавали, я не знаю, какой-то сумасшедший настрой нашим бойцам. Я считаю, что это, пожалуй, единственное место, где остались нормальные люди, где нет наркотиков, где есть нормальные товарищеские отношения. А где эти отношения проверяются в бою, плечом к плечу. Поэтому, если ты попадаешь в эту реконструкцию, в клуб, то лучшей компании ты за всю свою жизнь не найдешь. Просто-напросто. И все, кто попадает, ну, большая часть остается и очень надолго остается. Это плюс, который перевешивает вообще все плюсы вместе взятые. Субтитры сделал DimaTorzok